Продолжение следует... Есть те, кто притворяются, что внутри них не идет война между духом и плотью. Возлюбленные, а в духовной войне есть победители и есть побежденные. Так всегда. Победу в духовной войне во все времена нам может гарантировать только лишь безоговорочное послушание Богу сегодня в программе. Откройте вместе со мною Исход 17 главу, с 8 по 16 стих. Здесь вы обнаружите, что народ Израиля противостоит другому врагу, который вот-вот его уничтожит. Этот враг очень отличается от фараона. Слушайте внимательно, потому что я хочу остановиться и более детально поговорить с вами о серьезности этого нового врага, Амаликитян. Этот враг был очень серьезным врагом, и Моисей воспринял его очень серьезно. Настолько серьезно, что во время своей прощальной речи, в 25 главе Второзакония, когда Господь сказал ему, что собирается забрать его домой, Моисей произнес прощальную речь к народу Израиля. И во время этой речи, чтобы показать серьезность события, произошедшего 40 лет назад, он сказал им, «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Они были серьезным противником, таким же серьезным, как и фараон. Если фараон и его армия были прообразом сатаны и его демонов, то марикетяне и их армия – прообраз плоти, ветхой природы, которую Библия называет плоти. И в Слове Божьем, особенно в 5 главе Галатам, апостол Павел говорит нам, что внутри нас идет война. Это война плоти и духа, противостояние духа и плоти. А римлянам 7 глава, когда Павел, изнуренный внутренней войной духа и плоти, приходит к выводу, что он не может выиграть эту битву своими силами, он заключает, что победа – это не то, что мы делаем, а то, от кого мы зависим, на кого полагаемся, кому подчиняемся и кого слушаем. Победа не в том, насколько мы умны, а в том, насколько мы покорны Богу. Победа зависит не от наших способностей, а от того, насколько мы открыты для Бога. Когда Христос входит в жизнь человека, Он дает нам новую, божественную природу. А что же происходит с ветхой природой, с которой мы родились? Да, она не умирает. Но Бог дает нам силу для того, чтобы каждую минуту мы могли затыкать рот нашей ветхой природе и ослаблять ее. Когда вы рождаетесь свыше от Духа Божьего, плоти не просто покорно отступает, но мы сковываем ее цепями, силой данного нам Духа Святого. Когда вы приходите ко Христу, ваша ветхая природа, ваша плоть не говорит, «Я ухожу в долгий отпуск, развлекаюсь». О, нет, нет, нет. Но нам дана власть ее преодолевать и усыплять, подчинять плоть Духу. Итак, как я сказал, если фараон и его армия были прообразом сатаны, то амалекитяне были прообразом плоти, ветхой природы, с которой мы родились. Египтяне были совершенно чужими для Израиля. Я имею в виду, что они были чужаками и даже жили отдельно. Они отличались во всех отношениях. Они были совершенно чужими. Тогда как амалекитяне были родственниками Израиля, амалекитяне ведут свою родословную от Исаава. Аплотс, инсайдер, сатана — это чужеземный враг, который приходит к нам извне. Аплотс — ветхая природа. Принадлежит нашему общему роду. Потомки Иаакова или Израиля, и потомки Исаава были братьями. Их предки были братьями. У них был один отец и одна мать. Но у них были противоречивые привязанности, даже в молодом возрасте, так же, как Каин и Авель. Тот же отец, та же мать. Но у них были противоречивые привязанности. Иаков или Израиль был верен Яхве, но Исаав был верен самому себе. Точно так же две природы внутри нас находятся в конфликте друг с другом, и происходит это постоянно. Наша ветхая природа желает получать удовольствие, а новая природа хочет угождать Господу. Ветхая природа верна себе, а новая природа верна Христу. Наша ветхая природа хочет разгуляться и не иметь никаких ограничений. А наша новая природа обравляется Святым Духом и Словом Божьим. Наша ветхая природа в конечном итоге стремится к самоуничтожению. А наша новая природа постоянно ищет обновления нашего разума во Христе Иисусе. Амаликитяне слышали великие дела, которые Бог совершил с их братом Израилем, и в них поднялся дух зависти. Дух зависти хотел разрушить то, что избрал Бог. В тот момент Моисей знал, что делать. Он точно знал, что делать. Он слушал Бога и знал, что делать. Я молю Бога, чтобы ни один человек, слушающий эту проповедь, здесь или через экран, не сказал, «А я не знаю, что делать, когда плоть начинает войну против моего духа. Я не знаю, что делать, когда мне нужна победа от Бога, победа над моей ветхой природой, над моей плотью, над моими низменными желаниями». Послушайте, когда плоть начинает враждовать с духом, вы должны немедленно сделать две вещи. Во-первых, вы подниметесь, чтобы искать единственную силу, которая может дать вам победу, силу нашего Господа Иисуса. А во-вторых, вы вкладываете в эту битву все свои силы. Так же, как Немия сказал народу Божьему, что нужно одной рукой строить, а другой обороняться. Наш Господь Иисус велел нам бодрствовать и молиться. Мы идем к Богу, чтобы получить силу, а затем спускаемся к врагу и сражаемся. Мы опускаемся на колени, а потом встаем и идем в бой. Проводите время с Богом, а затем стойко стойте на истине Слова Божьего. И для кого не секрет, что в наше время среди Божьего народа существует много разногласий и во взглядах, и в мировоззрении. Есть активисты, которые все время за что-то борются, они очень активны во всем, и в этом нет ничего плохого. Я рекомендую активную позицию, а не пассивность. Но есть и другие, которые призывают просто молиться и ничего не делать. Они используют молитву как оправдание своему бездействию. Они покоятся в своей уверенности в Боге и ничего не делают. Но Библия говорит, что вам нужно делать и то, и другое. Вы должны бодрствовать и молиться. Вы можете быть активными, но вы всегда должны действовать силой Божией в молитве, которую Он вам дает. Потому что это опасно. Три секрета победы над плотью. Три секрета победы над нашей ветхой натурой. И все очень просто. Стоять на коленях, стоять и размахивать флагом. Видите? Все очень просто. Я не имею в виду, что вы обязательно должны стоять на коленях в своем теле. Хотя это отличная поза, потому что она напоминает вам о том, что вы подчинены Богу. Однако некоторые люди могут стоять на коленях целесно, но внутри их сердец так ничего и не происходит. Но я говорю об отношении сердца при преклонении колен. Смотрите, что сделал Моисей. Он вознес свой посох Господу. Посмотрите на это. И Бог сказал ему, «Иди на гору, и вознеси свой посох возлюбленной». Это выражение подчинения. Это поза зависимости от Бога. И так колено преклонения. Это образ речи, означающий, что вы признаете, что вы осознаете, что ваша победа возможна только в том случае, если вы всецело подчините себя Богу, если вы полностью сдадитесь в его руки, только если вы доверитесь ему. Возлюбленные, победа над плоти придет только через колено преклонения в знак того, что вы покоряетесь. Ветхом заявите, образ стоящего на коленях — это образ верблюда, который преклоняет колени. А верблюд, становясь на колени, сгибает все четыре свои лапы. Но это слово происходит от верблюда, стоящего на коленях. Понимаете, верблюд очень высокий. Ослы низкие, а верблюды очень высокие. До некоторых из них не дотянуться. Как же загрузить на верблюда все товары, которые он должен нести, если он так высоко? Для этого верблюд должен встать на колени, и тогда вы сможете погрузить на него товар. Итак, верблюд преклоняет колени, и на его спину загружают товар. Поэтому, когда вы преклоняете колени в подчинении Богу, тогда вы говорите, «Господь, нагрузи меня своими благословениями! Господи, заряди меня своей силой! Господи, нагрузи меня своей благодатью! Заряди меня победой, о Господь!» Стоять на коленях — это секрет победы. Во-вторых, секрет победы — стоять в единстве. Большинство из вас знают, что в Писании говорится о единстве в молитве. Возлюбленные. Если мы хотим победить плоть, мы должны научиться объединяться в молитве. Те из вас, кто слушает меня долгое время, вы знаете, что за почти 30 лет за этой кафедрой я никогда не говорил, что знаю все, что нужно знать о тайне, о силе, об эффективности совместной молитвы. Я никогда этого не утверждал. О, но я верю в силу совместной молитвы. Я испытал это на себе и знаю из Слова Божьего, что Бог отвечает на единство в молитве. А вот почему Иисус сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое» — может, я не понимаю силы и тайны, но я понимаю, что если Иисус сказал, «Если двое из вас согласятся молиться за что-то, то это минимум два человека». Смотрите, что произошло в 17 главе Исхода. Когда Иисус Новин пошел сражаться, все будущие лидеры Израиля отправились на поле битвы. Вы понимаете? Все будущее народа ушло на поле битвы. В то время как Моисею было велено подняться на гору и стоять в молитве, будущее поколение отправилось сражаться. Но даже Моисей, этот великий Моисей, не мог осуществить свое задание в одиночку. Он должен был стоять в положении полной покорности и ходатайствовать за Израилем. Но он не мог сделать это сам. А Арону и Ору приходилось поддерживать его руки, потому что руки Моисея часто утомлялись и начинали дрожать. Кстати, еврейский комментатор сказал, что Ор на самом деле был мужем Мариам. Мариам — это сестра Моисея. Поэтому Ор был его зятем. И так по обе стороны от него были его брат и его зять. Им обоим нужно было помогать Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. И так это происходит на вершине горы. Представьте, что некоторые израилетяне из эгоистичных амбиций говорят, «Пойдемте, потянем Моисея за руку», чтобы его руки опустились. Многие люди поступают так с лидерами церкви. В Библии сказано, что пока руки Моисея были подняты, народ Израиля выигрывал в битве. Но как только его руки опускались, брали верх амалекитяне. Возлюбленные, послушайте. Это очень важно. Мы с вами можем противостоять плотью, противостоять дьяволу и миру не больше, чем снежинка может выжить на дереве в середине июля. Сами по себе мы не способны на это. Нам нужно стоять вместе. Нам нужно поддерживать друг друга. Нам нужно молиться друг за друга, потому что для того, чтобы победить, нам нужно, чтобы Моисей молился. Если мы хотим победить, мы должны иметь поддержку Аарона и Ора. Если мы хотим побеждать плоть, побеждать мир и дьявола, мы должны иметь мужество Иисуса на вина. Каждый важен на этом месте. Каждый важен и нужен. У каждого человека свое служение. Все мы можем стоять в молитве единства и наблюдать, что сделает Бог. Он может и хочет сражаться за нас. Мы не способны победить, если не преклоним колени. Мы не способны победить, если не стоим в единстве. И так же, если мы не размахиваем флагом. В Библии сказано, что после победы сам Моисей построил жертвенник и назвал его Яхва-Нисси. Господь, знамя мое. Господь, моя победа. Моисей хотел поднять флаг и махать флагом. Не звезды и полосы напоминали ему о свободе, а знамя, на котором написано Яхва-Нисси, Бог победа. Я хочу сказать вам, что это Господь дает вам победу, поэтому вам нужно размахивать его знаменем. Это Господь дает вам силы. Именно Господь дает вам все благословения, которые у вас есть. Это Господь ведет вас. Это Господь обитает вас. Господь, ваше знамя. Господь, ваше все во всем. Поэтому не стыдитесь размахивать его знаменем. Я не люблю сеять негатив, но я обязан сказать вам это. Если вы хотите провести свою жизнь, переходя от поражения к поражению, если вы хотите переходить от одного поражения к другому, забудьте все, что я только что сказал. Когда Иисус пребывает в вас в лице Святого Духа, Святой Дух контролирует вашу жизнь. Вам не обязательно тянуть людей за рукав и говорить, «Я христианин», хотя, безусловно, мы должны говорить людям. Вам не обязательно говорить людям о том, кто вы, потому что они и так все увидят. Они увидят знамя над вами и узнают, что в вашей жизни есть Царь, и Он на троне вашего сердца. Вокруг вас развивается знамя радости Господа, знамя мира Божьего внутри вас. Вас окружает знамя любви к Богу. Над вами развивается знамя победы над плотью. И в заключении я расскажу вам об одном историческом инциденте. Всю неделю я молился, «Господь Бог, пожалуйста, помоги нам понять, помоги нам набраться смелости, чтобы нам не только одерживать победу, но и размахивать твоим знаменем, особенно сейчас, когда размахивать флагом Иисуса опасно. Нас могут обвинить в чем угодно под прикрытием толерантности. Я молился, помоги нам, Господи, размахивать знаменем Яхва-Нисси». Этот инцидент произошел в 19.00 20 октября 1968 года на Олимпийском стадионе Мехико. Там оставалось несколько тысяч зрителей. Уже почти смеркалось, было уже почти темно, когда последние марафонцы, которые пробежали 42 километра, приближались к финишу. Как вы знаете, пробежав 42 километра, они еще пробегают один круг по стадиону. Вдруг зрители удивил вой полицейской сирены, и когда их глаза были устремлены на ворота стадиона, бегун-одиночка, одетый в цвет африканской страны Танзании, Ковыляев бежал в ворота стадиона. Его звали Джон Стивен Ахвари. Он был последним участником марафона на 42 километра. Его нога была травмирована при падении на полпути. Она опухла, кровоточила, и выглядело так, как будто ее забинтовали на скорую руку. Он вбежал на последний круг и заковылял по стадиону. Зрители вскочили, как будто он обладатель золотой медали, когда он пересек финишную черту, еле-еле ковыляя. И, конечно же, не успел он пересечь финишную черту, как ему в лицо тыкнули микрофон и спросили, «Почему вы не сдались, когда получили эту травму?» И вот что он сказал, «Моя страна отправила меня за пять тысяч миль от дома, не для того, чтобы начать забег». Моя страна отправила меня так далеко, чтобы я смог закончить этот забег. Поэтому, друзья мои, послушайте, находясь под предводительством Яхва-Нисси, вы можете получить раны в ходе битвы, вы можете истощить свои силы, поскольку вы знаете, что Бог призвал вас не только начать битву, но самое главное – закончить ее. Вы будете упорны. Вы победите и не проиграете. Вы будете размахивать знаменем, имя которому Яхва-Нисси. Вы будете махать им до самого финиша. И тогда вы сможете преодолеть своих врагов, своих амаликитян. Потому что когда-то для Моисея этот враг был очень серьезным, и сам Моисей воспринял его очень серьезно. И Бог ожидает от вас победы. Субтитры создавал DimaTorzok